У нас сегодня с вами тема про суставы, про дачный сезон, про то, как нужно свои суставы поддерживать. И кажется, кажется, что это тема про лето, про людей, у которых дачи, и которые любят заниматься огородами, помидорками, зеленушками, да, и вот этим вот всем, и аудитория эта как будто бы весьма низкая, ой, узкая, сори, вот, но нет, нет, давайте мы её расширим, давайте мы её увеличим, эту аудиторию. Смотрите, дача летом, лето у нас летом, у нас впереди летний сезон, сезон повышенной активности, а сезон повышенной активности, а значит, это сезон пеших прогулок, которых нам так не хватало в зимнее время. Это сезон туристических, да, историй, когда у нас очень много пассивной активности, ведь на самом деле мы очень много едим, ну, в системе онклюзив, да, там, в отелях, у нас такой рацион избыточный. Ну, то есть, если взять отдельно рацион, да, и посмотреть на него, то он как будто бы избыточный, но чаще всего мы меньше набираем килограмм, приезжая с отпуска, да, и вставая на весы, чем мы опасались. Почему? Потому что очень много пассивной активности, чтобы получить еду, надо до неё дойти, да, и потом обратно дойти куда-то, да, и вот это дойти очень круто работает с нагрузкой глюкозы, с вообще калории жгутся, да, лучше мы плаваем, мы двигаемся, мы ходим как туристы, мы смотрим какие-то достопримечательности, да, у нас очень много тысяч шагов в сутки. Это про лето, да. Летом, обычно, обычно летом, да, все триатлоны, все марафоны, да, все соревнования, они летом, это повышенная нагрузка. Зимой мы живём в другом режиме, согласитесь, да. Вот, и это что значит? Это значит, что у нас повышенная нагрузка на суставы. Соответственно, у нас есть несколько категорий людей, для которых этот эфир будет реально представлять ценность. Это люди, у которых дачи и огороды, да, это люди, у которых триатлоны, у которых марафоны, да, и это люди здоровые, это люди чаще всего, ну, чаще всего, бывают, а по-разному, да, молодые, но здоровые точно, да. Это люди, которые туристы, которые прогулятся, да, и тут тоже очень много людей разных совершенно и возрастных категорий, да, и прочее, прочее. Есть отдельная прослойка людей, которая имеет, вообще, кто имеет проблемы с суставами, да, ну, вот так, если. Тот, кто имеет аутоиммунные, да, заболевания суставные, тот, кто очень худенький, это астеники, у них обычно, они, прям, суставы, это прям проблема, и кажется, да, ну, вот такая, какая-то молодая, прозрачная, летящая девушка, вот такая, модельной, да, внешности, а там с суставами чаще всего достаточно ярко выраженные проблемы, и нам надо понимать, да, что то, что красиво выглядит снаружи, не всегда так безоблачно и красиво изнутри, ну, то есть у человека могут быть реально боли, или там, похрустывать суставы, и чем дальше, да, там, в возраст, тем это будет более проявлено. Да, это я подтягиваю знания из Аюрведы, да, этот тип строения называется вата, и вы можете погуглить, посмотреть, в Аюрведе очень много решений для такого типа строения, да, это люди с лишним весом, потому что лишний вес – это дополнительная нагрузка на суставы, да, и изнашивается суставная ткань, и избежать этого практически невозможно, потому что человек с лишним весом, он, ну, просто, ну, как, 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 просто ляжет и всё, да, ну, то есть это какой-то тупик, вот, и люди с лишним весом очень часто имеют проблемы с суставами. Сейчас мы с вами взяли так и отгребли очень много людей, ну, то есть вот просто взяли, и процентов 80 населения взяли вот и сказали, что могут быть, то есть это не обязательно, конечно. У всех ещё генетика играет роль и образ питания, да, то есть то, что человек, в принципе, ест, естественно, отражается на всём здоровье, ну, и на здоровье суставов в том числе. Вот. Соответственно, что мы можем сделать для суставов в своём рационе? Вы знаете, рекомендации обычные, я ничего нового не скажу, вопрос в том, будем ли мы это делать. То есть у меня, как у нутрициолога и дипломированного психолога, всегда есть такое напряжение в этой точке, потому что когда человек, вот как я сейчас, на вот, считай, трибуне что-то говорю для аудитории, которая широкая, особенно в части изменения рациона, у меня есть такое ощущение, что интервенции, которые я предлагаю, практически, ну, как бы вряд ли будут исполнены, да, ну, то есть они будут исполнены, но небольшим количеством людей, потому что любое изменение рациона – это труд, это правда трудно. Но, например, да, суставы любят, да, для них ресурс, да, это та еда, которая, в общем и целом сделана из суставов. Здесь вот прям вот прямая корреляция, вот она вот прям чётенько, без всяких, без вариантов там, налево, через право, да, всё чётко и ясно, то есть это костные бульоны, а костные бульоны – это не просто бульоны, это бульон, который сварен из кости и варился безумно долго, ну, то есть, правда, целые там сутки, вот, то есть надо выварить всё в воду, чтобы выварить всё в воду, чтобы экстрагировать, да, из суставной ткани, да, животного в бульон, нужно, чтобы этот бульон варился очень долго и очень медленно, да, то есть на очень медленном огне. Вот, это всякие холоцы, хрящи, всякие рубцы, да, вот такие части, которые, в общем и целом, несут в себе тоже какую-то суставную ткань. Мы этого мало едим в жизни, мы этого мало едим, это вот сейчас в нашем привычном рационе занимает очень мало места, поэтому, да, история с суставами, она такая достаточно распространённая, вот, кого не спросишь, да, у всех какие-то проблемы, ну, как бы не у всех, но очень часто, там, ой, да, у меня тоже суставы, у меня тоже суставы. В части того, чтобы изменить рацион, особенно в летнее время, да, там, костный бульон, это, ну, вот, или холодец, холодец у нас на Новый год обычно, да, вот, ну, вот суставные всякие штуки, да, в каком-нибудь виде, всякие супы, да, ну, в общем, смотрите, но мне кажется, всё-таки, мне кажется, что капсулами этот вопрос решить легче. Ну, и плюс я предостерегаю вас от безжировых диет, вот это прям важно. Пожалуйста, худите как-нибудь по-другому, да, но не лишайте себя пищи, которая насыщена жирами. Жир не должен капать с еды, вот, есть такое правило, да, пища должна быть умеренно жирной, такой, чтобы жир не капал с еды, но она не должна быть обезжиренной. Когда мы берём обезжиренную пищу себе в рацион, мы лишаем нас огромного источника, во-первых, энергии, во-вторых, вот, как раз суставы очень сильно страдают, особенно вот у астеников, да, вот у людей худеньких, которые, и у людей, которые с аутоиммунными, да, заболеваниями суставов. То есть безжировая диета – это вообще-то табу. Старайтесь экономить калории как-то иначе, да, ну, понятно, что избыток жира тоже, ну, не очень хороший. Тут везде, да, всё есть яд и всё лекарство, слышите. Везде нужно иметь какой-то вот такой баланс, да, вот такую границу, которая… Мудрость. Это называется мудрость просто, если одним словом. И в части капсул, да, когда мы говорим, что нам нужно что-то поддержать, помочь, капсулы почему хорошо работают? Потому что их легко внедрить в свою жизнь прямо вот сейчас. Да, ну, то есть вы что-то понимаете про свои суставы, вы понимаете, что, ну, болит, да, там, или ещё что-то. И вы берёте их и кладёте себе… Я фанат таблетниц, потому что таблетниц – это удобно, это вы насобирали себе схему на неделю, она продуманная, она точная, вы сфокусированы, когда это делаете, да, и у вас это всё очень компактно, да, лежит красиво, это не куча каких-то, да, там, банок, которые надо крутить, которые надо выбирать, которые надо вспоминать, да, и тогда нутрицептики, они кушаются в таком свободном, комфортном режиме. Ну, большие таблетницы, для нас большие, потому что мы сейчас будем говорить с вами о саплементации. И с чего нужно начать? Нужно, я думаю, начать с ресурса для ваших суставов, с той пищи, которую суставы потребляют в первую очередь. Давайте в первую очередь поговорим про глюкозамин-энхедроитин, да, это важно. Много есть мнений на тему того, полезно, не полезно, бесполезно, или всё-таки нужно. Ребят, глюкозамин-энхедроитин принимается долго, то есть это история в долгую, и это история, ну, от 3 до 6 месяцев, понимаете. И очень часто, это как с коллагеном, да, очень часто история, вот, это не работает, связана с тем, что человек думает, что он сейчас начал принимать что-то, и через 2 недели у него будет эффект. Вот тут вот нам нужно с вами немножко загодя. Вы про свои суставы что-то знаете, ну, правда же знаете, вы знаете, как они болят, вы знаете, как они реагируют на какую-либо нагрузку, вы про себя это хорошо знаете. Соответственно, соответственно, вы точно знаете про то, что будет по, вот, как бы вот сейчас у нас с вами 24-е, 0-4, 2024, супер, да, то загадываем желание, вот. Но вы точно знаете, что на майские праздники, или там вот когда вы поедете отдыхать, или когда у вас будет лето, и будут долгие прогулки по центру пыльного, замечательного города. Я, например, очень люблю гулять по центру города летом, вот именно вот в эту жару, искать тенечек, ходить по кафешкам, вот это все, да, и потом смотришь на часы, мама дорогая, там 20 тысяч шагов, и пятки уже ноют, и приходишь, да, там и ванночки какие-нибудь делаешь для своих ног, потому что понимаешь, что ой, вот, и вот ты знаешь уже, что будет ой. Вот, я предлагаю заранее подложить соломинку в это место, да, и взять глюкозамин энхондроэтин, потому что у нас с вами в базовой дозировке, да, это почти 2 грамма хондропротекторов, да, у нас там глюкозамина 1344 миллиграмма, миллиграмма ахондроэтина у нас 364, ну, можно запомнить как 1350 и 350, да, ну, то есть 1700 миллиграмм глюкозаминов, их глюкозаминов. А откуда вообще глюкозамин? Глюкозамин у нас это из панцирей ракообразных, он вырабатывается хрящевой тканью наших суставов, да, он вырабатывается, но его не хватает по разным причинам, да, мы сейчас вот про причины с вами проговорили чуть раньше, либо он используется чрезмерно, это когда лишний вес, да, вот, и он входит в состав синавинальной жидкости, и он же стимулирует синтез хрящевой ткани, способствует улучшению, естественно, двигательной способности суставов, да, и их выносливости. Хондроэтин, он получен из хрящевой ткани, крупного рогатого кота, это важно, да, это, ну, как бы, ребят, это еда, это даже вот как бы-то БАДом назвать сложно, то есть это некие компоненты еды, которые мы с вами просто употребляем в виде капсул, ну, то есть это такая форма у еды, понимаете, ну, был бы у нас с вами тюбик, мы как космонавту бы вы, значит, выдавливали бы, допустим, какая-нибудь мерная такая штучка, какая-нибудь пластинка, и какая-нибудь полоска, да, там, один грамм, два грамма, и вы бы вот выдавливали это как пасту, да, на то же самое, просто высушили, положили в капсулу, вот, соответственно, хондроитин, естественно, улучшает подвижность суставов, и уменьшает их отечности, болезненных ощущений, супер штука, супер штука, если у вас прямо проблемные суставы, прям ой, да, и они такие, вы про них знаете, что это ваше слабое звено, то можно взять и три капсулы глюкозаминных хондроитина, не две, как обычные, как пьем глюкозаминных хондроитин, во время еды, мы обогащаем свой пищевой комок, да, глюкозаминным хондроитином, и организм разберется, что с этим делать, главное, делать это систематически, постоянно, совершенно не бояться, что вы что-то перепьете, да, там, передозируете и прочее, мы глюкозаминных хондроитинов питания потребляем очень мало, очень мало, это правда, это правда так, ну, то есть, вы можете погуглить этот момент, если вы сейчас испытываете какое-то сомнение, зайдите в поисковик, в Яндекс, и спросите, да, содержание глюкозамина и хондроитина в пищевых продуктах, и просто посмотрите на два-три источника, вы когда открываете поисковик, забиваете что-то, да, в его окошечко, вам выкатываются разные ответы, да, варианты, смотрите на название сайтов, пусть эти названия сайтов будут близки к медицинской теме, вы знаете, да, вот, не какая-нибудь там, там, журналистская история, да, а вот именно хороший источник, он всегда имеет хороший читабельный адрес, вот, и открываете именно сайты, которые названы какими-то медицинскими правильными словами, да, но это правда, ну, как бы очень на поверхности, мы когда, да, корабль придумываем, мы как его назовём, так он и поплывёт, да, и корабли, они с разным, с разным функционалом, вот, важно пользоваться тем источником, который собирает в себе, узкоспециализированную медицинскую информацию. Что ещё? Ну, вы же знаете, у нас про суставы есть много чё, да, давайте дальше, я буду идти по мере, ну, как бы есть база, да, хондроитин, глюкозамин, лучше пить, конечно, в завтрак, очень ходили туда опасения, что как же глюкозамин, то есть там есть молекула глюкозы, ой-ой-ой, он поднимет сахар, ребята, включаем аналитическое мышление, если мы едим глюкозамин, хондроитин, внутри плотного приёма пищи, да, то глюкоза, оно всё смешивается в пищевой комок, если ваш приём пищи, это белки, жиры, длинные углеводы, это хороший, правильный завтрак, да, то вот эти две, там, три капсулы глюкозамина, хондроитина, на уровень глюкозы не повлияют никак, и если вы потребляете отдельно, как перекус, что неправильно, что не нужно делать, то, конечно, возможны какие-то реакции, синхровитал 6, там тоже есть глюкозамин, хондроитин, в совершенно другой дозировке, глюкозамин 227 миллиграмм, хондроитин 99, и кажется, что это очень мало, да, это немного, вот, но это как раз помогает, если проблемы, да, там, суставами, они значительны, да, то мы можем взять две капсулы глюкозамина, хондроитина, и через синхровитал 6 добавить, да, недостающие вот эту чайную ложечку, ещё глюкозамина, хондроитина, но там самое главное, это экстракт белой ивы, очень крутая штука, потому что он содержит компонент, глюкозоид салициловой кислоты, который блокирует образование веществ, стимулирующих развитие воспаления, и действительно, если у вас болят, да, суставы, и они видно, что они воспаляются, то есть это некие такие отечные явления, да, то синхровитал 6 может быть для вас хорошим решением, пробуйте, да, там ещё есть экстракт корней герпогофитума, он содержит тоже компонент, который является обезболивающим и противовоспалительным, да, и естественно, он помогает экстракту белой ивы, у него другой способ работы, он уменьшает выброс клеточных ферментов, ответственных за поддержание воспалительных процессов в организме, да, то есть он блокирует поддержание воспалительных процессов, таким образом воспалительный процесс не развивается. Ну и последний, тоже очень важный, просто он в списке третий, экстракт шиповника, он, как ни странно, да, казалось бы, экстракт шиповника, ну, как будто бы вот он здесь не, экстракт шиповника, он комплексный, и он комплексно поддерживает нормальную работу суставов, и тоже обладает противовоспалительным действием, и тут вот мы как раз его используем для этого, ну и понятно, что все, ну, витамин С, естественно, да, а витамин С у нас поддерживает образование собственного коллагена, да, там, ой, мы, мы внимательно сейчас следим, да, тут следите за руками называется, потому что коллагену мы еще вернемся, вот, соответственно, синхровитал 6, как и любые синхровиталы, поддерживают циркадные ритмы, это очень здорово, а циркадные ритмы, это, ну, уникальная, да, история в фитокомплексах Сабериан Волнас, я их очень сильно люблю за это, вот прям сильно люблю, вот, соответственно, зеленую капсулу за завтраком, да, прозрачную капсулу за ужином, и продолжительность приема не меньше двух месяцев, то есть мы синхровиталом 6, как будто бы дополняем глюкозаминный хондроэтин, и делаем эту композицию еще более сильной, возможно, для вас это будет полезной информацией. Помним, да, что воспаление, это опухающие суставы, да, и боль, это как раз синхровитал 6. Дальше, дальше очень интересный ингредиент, называется МСМ, метил, сулфанил, метан, МСМ, сложно выговариваемое слово, источник серы. он, вот вообще источники серы, это очень крутая тема, на самом деле, в свое время, буквально решила мою проблему с ногтями, ну, где суставы, там и ногти, где ногти, там и волосы, да, где волосы, там и все остальное, да, ну, то есть, мы понимаем, что тут что-то очень комплексное, да, во-первых, ну, я очень долго билась с ногтями, у меня были такие прям, слабые, такие прям гнущиеся волосы, ногти, но волосами я, кстати, тоже была недовольна, и я прямо и то, и это, и пятое, и десятое, и витаминки, и кальций, и, чтобы уже все поела, все что можно, но ситуация улучшалась, ну, не так, чтобы я оставалась довольной, и вот, когда я добавила МСМ, я добавила МСМ в очень низкой дозировке, всего одну капсулу в ужин, вот прям совсем чуть-чуть, да, вот, у меня очень быстро дело наладилось, и я до сих пор пью МСМ эпизодически, опираясь на состояние своих ногтей, то есть, как только у меня ногти начинают как-то себя, ну, вести не очень, чтобы я была довольна, я добавляю МСМ, и дело сразу, дело сразу выглядит, дело, вот, ну, и волосы, вы видите, у меня сейчас к ним никаких претензий нету, я в основном была сконцентрирована на ногтях, но получила еще спецэффекты, ну, и плюс, конечно, я пью коллаген, и очень давно, и на постоянной основе, я не устаю это повторять, да, и это важно, и так, МСМ, это соединение, это я себе, это небольшое отступление было, да, чтобы вам было интересно, всегда интересно узнать, что это личное, я, например, тоже люблю, личный опыт спикера, это самое такое вкусное, это органическая сера, с очень высокой биодоступности, это прям важно понимать, да, и сера у нас не только поддерживает, да, поддерживает синтез хрящевой ткани, да, ногтей, кожи, кстати, кожа, ну, потому что это все одно, это, это про одно, кожа, суставы, ногти, это вот на самом деле одна история, так, сера еще снижает воспаление в суставах, и вот сера хорошо снижает воспаление в суставах, так, как и белая ива, кстати, там прям виден прием, виден эффектом, ну, на следующий день после приема, то есть уже, знаете, такой отклик, как от фарм препарата практически, и стандартная дозировка 3 капсулы, вы можете с нее начать, если у вас какие-то, да, там явные проблемы, но можно взять ниже дозировку и пролонгировать прием, да, мы тоже ее едим в прием пищи, там, выбирайте, где вам более комфортно, в завтрак или в ужин, разницы высокой нету, и сера еще обладает выраженным антибактериальным действием, кроме того, что снижает воспалительные процессы, положительно влияет на выработку кератина, кератин у нас, кстати, является составляющей, да, составляющей структурной единицей кожного покрова, ногтей и волос, тоже хорошая штука, дополнение к глюкозамину хондроэтина, и я человек, который вроде когда в нормальном весе, я не попадаю ни в одну из категорий, которая, ну, я не бегаю марафоны, вот, я не участвую в триатлонах, у меня нет лишнего веса, я не худенькая, у меня, слава богу, нету аутоиммунных каких-то, да, историй с суставами, но тем не менее, я тоже буду пить хондроэтин и глюкозамин, потому что мои суставы, они травмированы, они травмированы когда-то давно, да, я очень давно, но тем не менее, у меня был эпизод очень высокого веса, долговременного, я весила до 130 килограмм, 127, трудно в это поверить, но это было именно так, вот, я вот тогда свои суставы, конечно, знатно посадила, как это говорят, да, и иногда мне приходится их поддерживать, потому что летом я веду очень активный образ жизни, это прогулки, это велик, это много, много, много нагрузки на суставы, значит, соответственно, мы плавно подходим к коллагену, у нас еще три, ну, три ингредиента, и мы заканчиваем, ну, чтобы вы понимали про время, коллаген, коллаген мы привыкли воспринимать, как историю про антиэйдж, про кожу, про то, чтобы делать упругой кожу, да, про укрепление, но тем не менее, я же уже это сказала буквально пять минут, минут назад, что это все взаимосвязано, ткани, они очень похожи, понятно, что они очень разные, но они используют одинаковые ресурсы для своей оптимальной функциональности, и, пардон, коллаген реально в исследованиях уменьшает дискомфорт в суставах, помогая их восстановлению, у меня прям были исследования в презентации по коллагену, я прям ссылалась, я их искала, хорошие, качественные исследования, есть подтверждение, коллаген это основной белок соединительной ткани, и соединительная ткань играет огромную, значительную роль в суставной, функции суставов, соответственно, хочется в этом месте остановиться на списке, на чек-листе, как мы можем вообще выяснить дефицит коллагена, вообще я ориентируюсь просто на вид человека, видно людей, у которых дефицит коллагена, это много мелких морщинок, ранних морщинок, это плохое качество волос и ногтей, дальше это уже жалобы, жалобы на целлюлиты, на плохое заживление ран, на даже шатание зубов, ну естественно, боли в суставах, то есть вот стандартный чек-лист дефицита коллагена всегда входят боли в суставах, и это не случайно, ну и на дефиците коллагена иногда, ну после где-то 45 лет, наблюдается потеря мышечной массы, то есть люди быстрее теряют мышечную массу, с этим прям беда, имейте в виду, и в 50 лет, согласно исследованиям, содержание коллагена в коже, ну где кожа, там и всё остальное, то есть кожу померили, вот в два раза ниже, чем в 20 лет, вот представьте, и эта ткань, она к ткани, коллаген, я неверно сказала, коллаген, его синтез уменьшается с возрастом, и это для нас определенные влияния, то есть мы понимаем, что мы входим в дефицит, и это тоже не БАД, ну что вот прям мы, знаете, у нас есть, а сколько БАДов можно пить, у нас есть такая история, да, вот в информационном пространстве, все такие, ой, не больше 4 капсул там, или не больше 4 номинований, я всегда говорю, ребят, давайте сначала определимся, что мы с вами понимаем под вот это, а что такое БАД, да, вот коллаген это еда, это функциональная еда, которая упакована в порошок, да, вот если мы так будем думать про коллаген, или про, допустим, хондроэтин с клюкозамином, это часть еды, это функциональная часть еды, которую мы едим, вместо, да, того, чтобы получать с едой, мы едим просто капсулированно, как космонавты, это то же самое, как, например, отправить космонавта в космос и сказать, тебе нельзя больше двух тюбиков в день, потому что нельзя, ну как это вообще, нельзя, так нельзя думать, да, мы всегда должны заходить внутрь вопроса, а что мы подразумеваем под вот, когда мы слышим, да, вот этот вот, ой, нельзя там больше там пяти капсул, мы посадим печень, пяти капсул чего, говорят, ба, не, подожди, пяти капсул чего, вы докапываетесь у людей до смыслов, и мы будем видеть, как люди, которые сеют страх, они прям, они могут точно ответить на ваш вопрос, а значит, у них просто страх, этот вопрос не изучен до конца, а имя, ну вот, у них есть какой-то вот опыт негативный, и потом начинается, что негативный опыт связан с чрезмерным потреблением каких-то субстанций, которые глюкозамину, хондроитину, вообще отношения не имеют, да, то есть это действительно токсичные соединения, действительно, ну да, или там перепил, или переел, там вот с грибами было, да, в прошлом году, вот эта вот ужасная история, что люди там гибли, ну конечно, если переесть этого ядовитого вещества, которое в микродозах, лекарства, если переесть, то это получается уже, ой, да, то ясное дело, но это всё называется у нас, всё называется биоактивные, да, добавки к пище, но если мы возьмём, например, петрушку, петрушку, мы её присушим, ну просто засушим, перемелем, и сделаем из неё порошок, мы будем её продавать как бат, но это же не бат, понимаете, да, ну то есть это то же самое, и у нас, конечно, здесь с терминологией получаются накладки, но мы с вами умные, да, те, кто приходят на вот такие вот трансляции, слушают записи, или присутствуют онлайн, вы умные, вы умные, вы молодцы, вы вкладываетесь в самообразование, и вы потом используете эту информацию, да, и будьте спокойнее, не спорьте, но уточняйте, уточняйте вопросами, и вы увидите в ответах суть, да, суть опасений людей, да, разворачиваете их мысль до понятного, такого, знаете, всеобъемлющего контекста, чтобы человек с вами делился полным контекстом, потому что врачи, конечно, их понять можно, они встречаются, к ним люди, во-первых, приходят, когда им действительно плохо, и когда напортачили, очень важно знать, как они портачили, что они так напортачили, да, и случаи бывают разные, и вот тут вот, конечно, да, нужно понимать, что там есть нюансы, и не брать картинку целиком, да, вот, как мы пьем коллаген, как мы пьем коллаген, ну, вообще классика в части приема коллагена, это натощак с слегка теплой водичкой, мерная или чайная ложка с горкой, и вперед, да, ну, то есть, как бы, если у вас там натощак уже что-то стоит, и вы понимаете, что у вас там будет перебор, то можно сделать это между едой, совершенно спокойно, если вы понимаете, что между едой так складывается, что вы не можете, вы пропускаете, да, ну, то есть вы как будто бы хотите, но не можете, да, выпить коллаген, потому что, ну, как бы вот пропускается, ну, вот не выходит, да, окей, тогда перед едой пьем, там, ну, вот вы начали что-то готовить себе, раскладывать, то есть у вас начинается какая-то подготовка, да, к приему еды, выпейте коллаген по-быстрому, да, и готовьте свою еду, я очень надеюсь, что большая часть этого раствора пойдет по малой кривизне желудка, и сразу уйдет в кишечник, как любая вода. следующее, это суставной сорбент, мы про него не забываем, да, мы имеем в виду, что пищевые волокна, клетчатка, а в составе суставного сорбента есть еще гуаровая камедь, да, да, она обеспечивает мощную механическую сорбцию топинамбур, и пептидный тот самый коллаген и экстракт белой ивы, да, то есть еще раз прикрыли, да, то есть если вот прям с суставами совсем все тяжело, то мы берем все из того, что я сказала, ну и понятно, что сорбент лучше размещать либо перед сном, либо натощак, я люблю перед сном размещать сорбенты, это как-то очень правильно, да, ну то есть мы поели, там три часа минимум до сна, да, на четыре мы уже уходим спать, и как раз вот покушать сорбенты, пойти спать, это как-то очень логично, это самое логичное место, вот, ну и соответственно, экстракт белой ивы, коллагенчик, чуть-чуть, топинамбург, аровая камень, все вместе, оно дает такой завершающий, да, правильный эффект тех, да, той заботы, которую вы обеспечили себе в течение дня, прямо с утра. Пьем, как указано на этикетке, тут как бы все понятно, разводим в теплой водичке и пьем. А если хочется сделать для своих суставов еще больше, да, ну, то есть тут можно добавить чай и бальзам, ну, это как бы бальзам, вообще это топ, да, история, как бы, скорая помощь, да, мы сейчас к бальзаму вернемся, давайте я про чай вам расскажу, последнее. Значит, чай у нас с вами что? Это хвощ, противовоспалительный, это сабельник, выводящий токсины, это брусника, противовоспалительный выводящий токсины, это смородина, уменьшает боль, выводит жидкость. И, кстати, чай номер 7, да, вот для диких, из диких трав, легкость движения, он еще обладает мочегонным спецэффектом, имейте в виду, можно его использовать и для этого эффекта, да, ну, потому что смородина, брусника, да, ну, то есть сабельник, оно все для вывода лишних, да, жидкости в том числе. Вот, но он водно-солевой баланс реально нормализует, поэтому, если, допустим, у вас там с суставами все нормально, но хочется немножко слить лишнюю воду, пожалуйста, пользуйтесь. Вот, травы будут работать в том месте, где они нужны, если они не нужны, они просто не будут работать, да, то есть вообще фитокомпоненты, они имеют очень широкий спектр, и никогда не бывает так, что там вот брусника, она только выводит токсины и только противовоспалительные, да, она еще кучу всяких, там целые списки, вот, имеет воздействие. Фито-чай просто пьется в вечернее время, я, вот, смотрите, мы просыпаемся с утра, мы хотим обычно чашечку кофе, зеленого чая, что-то бодрящее, что-то такое, что будет нам давать энергию. Наступает день, мы еще немножечко себя каким-то образом стимулируем, а вот к вечеру нам бы нужно сократить количество кофеина, да, до нуля, и, соответственно, людям чувствительным кофеину так вообще прям табу, да, и вот как раз вот это время, да, натуральных фито-чаев приходит как раз где-то после 14-16.00, ну, скорее после 16 в нашей, при нашей жизни, да, и вот дальше начинаются варианты попить что-то без кофеина, чтобы спокойно войти в сон, нормально спать, иметь хорошую фазу глубокого сна и вообще хороший цикл сна. Ну, и заканчиваем мы с вами сегодня бальзамом Живокост, а вы о нем все все знаете. Ну, давайте разберем состав, кто чего делает, да, в составе. Экстракт окопника, это, вот как раз он известен, как Живокост, на самом деле, в честь него назван, назван бальзам, он способствует ускорению восстановительных процессов, да, ну, то есть мы мажем суставы, когда мы реально повредились, хондроитин, да, ну, это прям трансдермальный, самый быстрый вход хондроитина в суставную часть, да, и помогает регенерации, бодяга, тонизирует кожу и способствует снижению отечности, это важно, потому что когда мы повредились, у нас возникает отек, боль, да, вот такие вот неприятные симптомы, и экстракт эфирных масел, там эвкалипта, там каепут, можжевеловые ягоды, розмарин, в общем, все это, вся эта композиция, она обладает успокаивающим, согревающим действием, соответственно, в версии форте, у нас же две версии Живокост, да, если вы это откроете и то, и то, вы увидите, состав, всегда смотрите составы, когда есть два варианта, есть всегда разница в составах, ну, не всегда, там, да, у нас есть эко-серия, да, обычная серия, там разницы в составах нет, там разница в упаковке, вот, так вот, в версию форте добавлено касторовое масло, камфора, витамин В3, имумио, да, и разогревающий компонент, и в результате действие такое более ярко выраженное, да, то есть касторовое масло, оно так более разогревает хорошо камфора, ну, вы слышите, да, то есть это вот такая, более такая история активная, выбирайте по себе, выбирайте по своим потребностям и желаниям, вообще, вот, да, тут очень важно, вот в этом месте можно остановиться и сказать, что надо верить, надо верить и знать, что вы являетесь лучшим специалистом самого себя, это очень важно понимать, да, врачи имеют квалификации, знания, да, нутрициологи, да, другие специалисты, эксперты по здоровью, да, они все очень сильно подкованные, все умные, но вы о себе знаете всегда больше, чем любой из этих специалистов, и вы точно понимаете, что вам лучше, тем более, что сейчас мы становимся все более и более образованными, более и более знающими, до действительности сравнить, да, вот, нас всех, там, 15 лет назад и сейчас, мы о своем организме знаем больше, потому что тренд, да, заботы о себе, и превенции, и витаминов, и минералов, он входит в нашу действительность, в нашу обыденность, и мы становимся все более и более такими продвинутыми, и давайте, давайте заканчивать, и я пройдусь по нашей схеме, я ее проговорю целиком, я ее проговорю в полном виде, то есть, если у нас действительно, вау, да, история, это две или три капсулы глюкозамина и хондриотина, можно в первой половине дня, это синхровитал 6, капсулу завтрак, капсулу в ужин, да, там, зеленую у нас с вами, завтрак прозрачная в ужин, это МСМ, первое время можно взять три капсулы, потом перейти на одну, и все время сверяться со своими суставами, да, МСМ можно принимать как в завтрак, так и в ужин, внимание, если вы не переносите чеснок и лук, скорее всего, у вас серная чувствительность, и вам МСМ нельзя, вам будет на нем не очень хорошо, будет такое ощущение, как будто газообразование, что-то неприятное с кишечником, скорее всего, коллаген, это натощак, или как перекус, идеальное место, да, и коллаген очень здорово, кстати, работает летом, у нас пища, содержащая коллаген, так же, как и пища, содержащая глюкозамина и хондриотин, она практически отсутствует в летнем меню, вся пища такая хрустящая, короче, как наши суставы, а дальше суставной фитостасорбент, ну, чайная ложечка, перед сном, тоже не забывайте, можно чуть больше, все зависит от вашего кишечника, от того, склонны ли вы к запорам, и если вы склонны к запорам, вы по кишечнику поймете свою дозировку, это прям будет видно, заметно, да, иногда дозировка значительно больше, чем рекомендуемая, после 15-14-16-0-0 можно включить фито-чай номер 7 из диких катастроф, да, лёгкость движений, и людям с лишним весом это будет максимально приятно, потому что этот же чай имеет ещё и противоотёчный, да, эффект, который, ну, отёки у людей с лишним весом накапливаются быстрее, ну, и когда мы в жару ходим, вспоминаем, да, какие у нас ножки отёкшие, то есть нам, как бы, с отёками, конечно, приятно будет иметь, да, там, когда мы, мы, без отёков, короче, ну, и если уж совсем, да, там, болит, и местно хочется что-то помазать, приложить, то, конечно, бальжам живокост в двух вариантах исполнения, используйте, как, как вот, как только это необходимо. Есть люди, у которых бальжам живокост лежит просто в аптечке вот всё время, да, то есть в отпуск едут, берут с собой, потому что он действительно очень хорошо работает. И если у вас лишний вес, и суставы вроде не болят, или вы, допустим, астенник, и суставы сейчас вроде не болят, и у вас есть надежда, что болеть не будут, но прошлым летом вы помните, что были какие-то проблемы, и так слегка, знаете, оно так вот, оно выглядит, как будто вот что-то было, что-то не было, что-то я не помню. Смотрите, есть профилактический, да, вариант, то есть мы берём, например, коллаген, мы берём хондроэтин и глюкозамин, две капсулы, да, утром коллаген натощак, и мы можем взять МСМ и положить одну капсулу в ужин, например, да, это будет такая хорошая профилактическая история, ну и чай купите, потому что если вдруг сильно куда-то уйдёт, и вы увидите, что отекли ноги, и прям тяжеловато, то можно чаем, ну можно, кстати, живокостом, как скорую помощь использовать. Вот можно так. Выбирайте, выбирайте, смотрите, что вам комфортнее, ну, а консультанты, конечно, задавайте вопросы своим подопечным, с кем вы общаетесь, прям задавайте вопросы, пока вам не станет точно ясно, что чувствует человек, то есть у вас должна быть внутри прямо картинка, прям живая, как, что у человека, и вот это вот, не опережайте своими советами, вот этот человек говорит, вот у меня проблемы с уставом, вот такая, а у меня всё понятно. Нет. Спросите, какие проблемы, как это выглядит, после какой нагрузки, а сколько ты прошёл, а как болят, а отекают, не отекают, а краснеют, не краснеют, а что на утро, а вот ты встаёшь с утра с постели, а как ты чувствуешь. Человек будет очень благодарен вам за то, что вы его внимательно выспросите и выслушаете, и ваша рекомендация на фоне его полноценного рассказа о себе будет весить гораздо ценнее, ну да, понимаете, она будет гораздо более объективнее, адекватнее. Возможно, вы добавите что-то ещё, да, человеку для самочувствия не только суставов, потому что по мере, когда человек рассказывает о себе, конечно, он расскажет ещё много чего, да, то есть, а может быть, там ещё какие-то вопросы по ходу дела нужно будет решить. То есть, будем внимательны друг к другу, к себе, будем задавать вопросы, и вообще задавать вопросы это очень крутая функция, как видите, она спасает нас не только от неприятной, какой-то такой фанатичной информации, да, ну я про количество капсул, да, не только четыре, только четыре, всё, и посадим, печем, и всё умрём, да, ну ещё и для лучшего понимания людей, с которыми мы сейчас в контакте, которые пришли к нам за помощью. Ну что, у меня всё? Вот, я остаюсь с вами на связи, я буду читать комментарии после эфира, буду пытаться на них отвечать, ну то есть, буду заходить раз в день, смотреть, может быть, вы задали какой-то вопрос важный для вас, и я могу вам помочь. Остаемся с вами на связи и до следующих вебинаров. Хорошего вам весеннего дня, всего вам доброго.